Господи помилуй 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 любовью Твоей, уязвей души наша, но к Тебе всегда взирающе, и ежа Тебе светом наставляеме, Тебе непреступного и пресносущного, зряще света, непрестанно Тебе исповедание и благодарение воссылаю к изначальному Отцу с единородным Твоим Сыном, и всесвятым, благим и желтворящим Твоим Духом, ныне пресно и во веки веков. Аминь. Благослови, Владыка, благослови на Царство, Отца и Сына и Святого Духа, и веки веков. Аминь. Иераму, Господу, помолимся. Господи, помни, и сними, и спасени души наши, Господу, помолимся. Господи, помни, и веками и рам, и в достоянии святых Божьих церквей, и в соединении церкви, Господу, помолимся. Господи, помилуй, Господи, в храме всем и с вероим благоговением, страхом Божиим, ходящим к воле, Господу помолимся. Господи, помилуй, Господи, и отцы наши, святейшие патриархи Кирильны, и Господине нашим, высокопресвященнейшим, митрополитики Кирильны, в весне, в пресвительстве, во Христе Диаконстве, во всем Христе людях, Господу помолимся. Господи, помилуй, Богом хранили и державе нашей расистей, властей, воинствий, народе и я, Господу помолимся. Господи, помилуй, владе начальствующих, учащих и учащихся, Господу помолимся. Господи, помилуй, в граде сексиках, в граде стране и вероим живущих них, Господу помолимся. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Богом хранили и воздухов, изобили плодов земных, временек мирных, Господу помолимся. Господи, помилуй, Господи, помилуй, не облавляющих, будесествующих, недугающих, страждающих, плененных и спасений, Господу помолимся. Господи, помилуй, Вы избавитесь нам от всякие скорби, гневы и нужды. Господу помолимся, Господи, помилуйся, храни нас, Боже, Твоей благодатью, Господи, помилуйся, Святую, Пречистою, Преблагословенную, Славную, Бодычицу нашу, Богородицу и Крест на Деву Варию, Со всеми святыми помянувши, Сами себе и друг друга, Весь живот наш, Кресту, Богу предадись. Субтитры подогнал «Симон» 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 «Симон» Субтитры подогнал 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 «Симон» Песня «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Песня «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Песня «Симон» Песня «Симон» Песня «Симон» Песня «Симон» Песня «Симон» Субтитры подогнал 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 «Симон» 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 «Симон «Симон» 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 «Симон «Симон» 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 «Симон «Симон» 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 «Симон 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 «Симон» «Симон «Симон» «Симон «Симон» «Симон «Симон» «Симон» «Симон 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 «Симон» «Симон» «Симон 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 «Симон» Аминь. 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 ПЕСНЯ 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 Прощение и оставление грехов и прегрешений наших у Господа просим. Добрых и полезных душам нашим и мира мирови у Господа просим. Прочее время живота нашего в мире и Богоя не искончать и у Господа просим. Христианские кончины живота нашего безболезненные, непостыдные, мирные и доброго ответа на страшных судейщих Христове просим. Подаем Господу. Соединение веры и причастия Святого Духа, испросившие сами себе и друг друга, и весь живот наш Христу, Богу придадим. ПЕСНЯ 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 Субтитры создавал DimaTorzok 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 верующих людей, для укрепления тех людей, которые верят, что Крест Господень есть действительно орудие нашего спасения. И сегодня, помимо того, что мы поклоняемся Святому Животворящему Кресту, мы также вспоминаем, каждый из нас вспоминает о своем кресте. И в сегодняшнем Евангелии мы слышали такие слова. «Кто хочет идти за мной, пусть отвергнется себя, возьмет крест свой и следует за мной». Так говорит Спаситель своим ученикам. «Пусть отвергнется себя». Как, дорогие братья и сестры, как мы можем отвергнуться себя и что это вообще значит? А значит, это то, что мы должны посмотреть на себя со стороны и подумать, как мы могли бы отказаться от каких-то своих желаний, зачастую ненужных. То есть, здесь речь идет о том, чтобы отвергнуться греховного себя. Естественно, мы должны понимать, что у нас, у каждого есть некое предназначение в этой жизни. И в данном случае мы отвергаемся себя и берем это предназначение, берем свой крест. И вот сегодня, в эту неделю, в третью, мы все вспоминаем и думаем, а какой же крест Господь дал мне в этой жизни. И часто мы, скорее всего, может быть и не знаем, но чувствуем этот крест. И все наше естество, конечно же, противится и не хочет этот крест нести. Однако именно и в этом-то и есть все наше спасение. Взять вот этот крест и последовать за Христом. Что мы и видим, дорогие братья и сестры, на примере святых апостолов, поскольку каждое воскресенье и вообще все время Святая Церковь прославляет подвиг святых апостолов, поскольку они действительно оставили все и последовали за Господом Иисусом Христом. Кто-то оставил свою семью, кто-то оставил свое ремесло. Вот какова, дорогие братья и сестры, была вера этих людей, вера апостолов, что они смогли бросить свое зачастую любимое дело, любимое занятие. И сегодня также, дорогие братья и сестры, вот в этот день, 15 марта, мы все с вами вспоминаем память, чтим память Державной иконы Божьей Матери, а также вспоминаем скорбное событие отречения царя Николая от престола. И что для нас можно извлечь полезного из этого страшного события? А полезное то, дорогие братья и сестры, что Святой Царь Николай и вся царская семья, которые пострадали в нашем с вами городе, они до конца пронесли свое царское достоинство и не пострамили его перед лицом палачей. Они не кричали, они не противились, но были с русскими людьми, были в России до конца, до самой смерти. И Господь, чтобы показать нам, что Он нас не оставляет, Он именно в этот день являет икону Святой Божьей, икону Божьей Матери, Державную икону. Эта икона была написана, конечно, примерно за сто лет до своего явления, но она была забыта и отнесена в храм, в подвал храма село Коломенское на хранение. Была завернута и, то есть, много лет уже перед ней никто не молился. И вот в тот день, когда Россия лишается царя, она обретает эту икону. И сегодня, в этот день, вместе с честным, святым, животворящим крестом Господним, мы поклоняемся также и Божьей Матери и просим у нее помощи и заступничества перед ее сыном. Поскольку, конечно же, нет человека более близкого, чем мать каждому из нас. И также Господу Иисусу Христу самый ближайший человек – это Божья Матерь. И вот, дорогие братья и сестры, также мы слышим в Священном Писании сегодняшнем такие слова. Что толку человеку, если он приобретет весь мир, а душе своей повредит? Действительно, вот в этот день, слыша такие слова Священного Писания, стоит задуматься, а вообще для чего мы живем, и стоит ли смысл нашей жизни превращать в приобретение чего-то, каких-то, может быть, даже и знаний, и каких-то материальных благ. Потому что приобретение всего этого бессмысленно, если нет Креста Господня, если нет Бога вот в этих наших желаниях, и если нет у нас усердия по Богу. И вот сегодня, дорогие братья и сестры, когда мы видим перед собой Крест Христов, давайте соберем все наши силы и наше желание, чтобы постараться поменьше сокрушаться, поменьше переживать, хотя это, конечно, бывает очень сложно, но все-таки представить себе, как пострадал Господь без вины за нас, грешников. И подумаем, и попросим сил у Господа Бога, чтобы Он дал нам возможность наш вот этот небольшой земной крест, какие-то наши трудности, испытания перенести. И время Великого Поста – это действительно спасительное время. Конечно, оно непростое, всем нам сложно отказываться от каких-то привычек, от того, что мы любим делать, но именно это время дает нам возможность взять и переключиться, занять свои мысли, занять свое сердце Богомыслием и делами добра, делами исполнения божественных заповедей. И вот именно этого, дорогие братья и сестры, давайте попросим сегодня перед святым, честным и Животворящим Крестом Господним, чтобы встретить нам в радости и веселье сердца Святую Пасху Христову. Аминь. Спаси Господи. Спасибо. 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 Субтитры создавал DimaTorzok 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 Дима Торзок 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 Субтитры подогнали Симон. 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 Симон. Субтитры подогнали 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 Симон. Симон. Субтитры подогнали Симон. Симон. Субтитры подогнали Симон. Субтитры подогнали Симон. Субтитры подогнали Симон. Симон. Субтитры подогнали Симон. Субтитры подогнали Симон. Субтитры подогнали Симон. Симон. Субтитры подогнали 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 Симон. И люди шли тысячами, десятками тысяч, сотнями тысяч в лагеря, страдали, мучились. Что же предлагал мир? Он предлагал устроить благополучие здесь, на земле. Богатых не будет, будут все бедные, будут все несчастные. И люди хотели построить рай на земле, но без Бога его невозможно построить, потому что грех овладел человеческим существом. И по причине искаженности, греховности нашей природы мы не можем любить ни при каких обстоятельствах, ни при каких условиях. Все благополучно, все хорошо, а в душе холодно, в душе пусто. Какими-то материальными благами или благоденствием земным не построить счастье. Не будет благополучия полного, потому что человек это не животное, которое нуждается в том, чтобы где-то голову спрятать и покушать. У человека есть душа, бессмертная душа. И поэтому, дорогие братья и сестры, Господь каждому из нас дает те испытания, те скорби, те страдания, то врачество духовное, которое необходимо именно для нас. Каждый из нас несет свой крест. Каждый из нас может понести его спасительно, только идя за Христом. Будем и в предстоящие дни, дорогие братья и сестры Великого Поста, трудиться в меру нашей силы и возможностей, паститься и молиться, созидать мир в наших душах. Будем стремиться к любви, о любви, которая необходима для нашей земной жизни и для вечного нашего спасения. Как говорят святые отцы, и Господь об этом говорит, самый верный признак приближающегося конца мира, завершения истории человеческой, это оскудение любви между людьми. Она оскудевает. У нас вроде бы все есть, а любви больше от этого не становится. Любви больше имели. Те люди, которые в лагерях сидели, они потом свидетельствуют. И святитель Лука Война-Осенецкий, хирург, доктор, доктор медицинских наук, профессор и архиепископ, он написал, «Я полюбил страдания». Он полюбил страдания, потому что он увидел, что эти страдания приносят ему благо, приносят пользу его душе. И те, кто сидел в лагерях, в тюрьмах, свидетельствуют абсолютное большинство, что так, как там они молились, никогда и нигде не молились. Ни в дореволюционное благополучное время, ни после освобождения, когда наступила так называемая оттепель, молилась лучше там. Там, где люди с голоду умирали, где мерзли, на Соловках, в холодное время, среди зимы, люди ночевали в неотапливаемом бывшем храме, который разорили, и ложились спать штабелями, друг на друга. И под утро верхние замерзали, а нижний ряд от удушья умирал, но хоть кто-то спасался. И люди жили, и благодарили Бога за все. И будем мы, дорогие братья и сестры, неся каждый свой крест, благодарить Бога за все хорошее и за то, что нам кажется плохим. Но это не плохое. Бог по любви нам это посылает для нашей же пользы, для нашего спасения. Помогай нам всем и храни нас всех Господь. Сегодня вечером, дорогие братья и сестры, в пять часов будет совершена вторая пассия. Это служба воспоминания страданий Господа нашего Иисуса Христа. На предстоящей неделе по обычному распорядку будут совершаться богослужения. В среду и пятницу литургии прежде освященных даров, предстоящая суббота, последняя этим постом родительская суббота, суббота поминовения усопших. Всех еще раз поздравляю с праздником, желаю Божьей помощи и благословения, и причастников поздравляю с принятием святых христовых тайн. Ко кресту будем подходить и прикладываться тому, который изнесен для поклонения. Причастники, послушаем благодарственные молитвы после святого причащения. Слава тебе, Боже! Слава тебе, Боже! Слава тебе, Боже! Благодарю тебя, Господи Божий, благоявленный, и на весе грешного, на общий греб, притесвятый, и ты исподобился. Благодарю тебя, и не недостойного, причастився, притесвятый, и небесный, и Господобился. На воду, и горячий, и левчина, и нас народеумели и усоединений. Продолжение следует...